МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире СБС экономика дня и я, Азат Гасанли. В рамках нашей передачи мы продолжаем говорить о пандемии коронавируса и его влиянии как на глобальную экономику, так и на экономику Азербайджана. Эту тему сегодня мы будем обсуждать вместе с Эшедом Мамедовым, доктором экономических наук и заместителем директора русской экономической школы ЮНЕК, профессором. Эшед Мамедовым, здравствуйте! Спасибо, что согласились прийти к нам на передачу. Здравствуйте! Хотелось бы начать с общей картиной текущей ситуации в мировой экономике. Что происходит? Да, мы видим, что события на самом деле развиваются по весьма сложному сценарию. И на сегодняшний день уже в мировой экономике мы видим, что несколько категорий кризисов фактически накладываются друг на друга. С одной стороны, это безусловно общий мировой экономический кризис, связанный с падением эффективности капитала, что мы наблюдаем на примере тех стран, которые долгие годы были фактически доминирующими в мировой экономике. Мы видим, что происходит в экономике Соединенных Штатов Америки. Мы видели, как падали фондовые рынки, что было связано с падением эффективности залоговых активов, в первую очередь со структурными диспропорциями в американской экономике, со структурными диспропорциями, исходящими от проблем в американской экономике в основном, связанными с доллароцентричной мировой экономикой. Мы фактически наблюдаем разрушение бриттон-вудской модели мировой экономики, основанной на приоритете доллара, которая уже, начиная с 70-х годов, после отказа Соединенных Штатов связывать доллар с золотом, в формате ямайской модели фактически мы начали наблюдать полный приоритет доллара в системе мировой торговли и мировой экономики. И вот эта модель, которая поддерживалась, начиная с 80-х годов, благодаря реэгономике, стимулированием, в основном искусственным стимулированием спроса, уже потеряла свою эффективность. Мы видим, что даже программы количественного смягчения, программы существенного в целом смягчения денежно-кредитной политики не дают должного эффекта. И в этом формате мы видели, что в последние дни резко падали фондовые рынки по всему миру, и в том числе в Соединенных Штатах Америки. Но для Соединенных Штатов Америки надо понимать, что фондовый рынок – это основа вообще развития американской экономики. И в этом плане на сегодняшний день, на самом деле, на мой взгляд, американская экономика стоит перед выбором, то есть существует своеобразная вилка. Администрация Трампа предлагает адресную поддержку именно категории потребителей, населению. Мы видим, что есть соответствующие идеи в администрации президента Соединенных Штатов. И вместе с тем, другая группа, если ее можно условно назвать группой, связанной с руководством Федеральной резервной системы, делает упор и в качестве приоритета видит поддержку фондового рынка через поддержку банков. Мы слышали, что есть цифры в 4 триллиона долларов. Это поддержка именно банковского сектора с тем, чтобы поддержать фондовый рынок Соединенных Штатов. То есть, если будет принята за основу та программа, которую предлагает администрация Соединенных Штатов, то это, на мой взгляд, может несколько оттянуть кризис, потому что на какой-то период реальный спрос в американской экономике может быть поддержан именно за счет вот этой поддержки населению. Но, а если будет принята та линия, за которую выступает, условно говоря, финансовый сегмент американской элиты, то тогда не исключено, что новая волна мирового кризиса начнет давить в целом на американскую, да и на всю мировую экономику уже, как говорится, здесь и сейчас. Потому что не надо забывать, что тот ажиотаж и та паника, и та реальная негативная ситуация в мировой экономике, связанная уже непосредственно с коронавирусом, тоже накладывает свой достаточно серьезный отпечаток с точки зрения падения спроса. Мы видим резкое падение деловой активности в Соединенных Штатах. И уже в течение последней недели мы видим, что ведущие американские банки, мы видим, что Банков Америка в частности, да и Goldman Sachs, уже говорят о других цифрах падения американской экономики. На первый квартал 15-20%, на второй вплоть до 30%. Это уже другие цифры. Если посмотреть на прогнозы тех же структур, которые были в прошлом году, они, безусловно, были более оптимистичны. Но мы с вами неоднократно в рамках данной передачи говорили о том, что на самом деле структурные диспропорции в американской экономике, они доходят до тех критических размеров, что спрос фактически поддерживать уже политикой искусственного стимулирования не представляется возможным. На сегодняшний день американские домохозяйства расходуют на приблизительно 25% больше своих доходов. Это все накладывается в форме финансовых пузырей. И поэтому оттягивание этого кризисного момента, этой кризисной волны, которую мы наблюдали с 2008 года, фактически приводит к усугублению последствий. Потому что глубина кризиса с его оттягиванием, безусловно, ожидается более серьезной и более существенной. Поэтому в любом случае до конца года вопросы, связанные с падением эффективности капитала, со структурными диспропорциями мировой экономики, должны привести к серьезному падению в американской экономике, которая, конечно же, будет влиять и в целом на мировую экономику. Что же касается Китайской Народной Республики, которая, безусловно, в последние годы являлась драйвером мирового экономического развития, я думаю, что китайская экономика тоже не обойдется без проблем. И это связано в первую очередь с тем, что тот профицит внешнеторгового баланса Китайской Народной Республики фактически покрывался в общем платежном балансе тем, что Китайская Народная Республика осуществляла широкомасштабную юаневую эмиссию, чем фактически поддерживала спрос внутри китайской экономики. Но вот эта стерилизованная долларовая масса уходила на внешние инвестиции, которые реализовывали китайцы, в частности, по проекту «Один пояс, один путь». Мы видели, что активно инвестировались в целом на экономику других стран китайские доллары, те ресурсы долларовые, которые были в распоряжении Китайской Народной Республики. Но сегодня, если вот этот профицит будет сокращаться, то это будет означать, во-первых, то, что падение спроса будет наблюдаться и внутри китайской экономики. И здесь, если брать за основу мультипликатор 1 к 7, то есть 7 или 8, то это означает, что на 500 миллиардов долларов профицита внешнеторгового баланса Китая фактически в юаневом эквиваленте на 3,5-4 триллиона долларов осуществалась эмиссия внутри Китая. И это приводило к резкому увеличению спроса, что стимулировало прирост китайской экономики. Если этот профицит будет сокращаться, это уже приблизительно минус 3-4 триллиона, и, безусловно, это приведет к падению, это может привести к падению около четверти, на около четверть для китайской экономики. Если мы посмотрим на американскую экономику, то в целом, если сегодня домохозяйство, фактически, благодаря политике стимулирования спроса, расходуют на 25% больше, чем имеют свои реальные доходы, то схлопывание этих финансовых пузырей приведет к тому, что благодаря и мультипликативному эффекту, благодаря тому, что в целом в экономике будут идти процессы, связанные с падением спроса, с падением, в том числе, и бюджетного стимулирования спроса, это может привести к падению американской экономики даже до 40-50%. Поэтому ситуация, на самом деле, весьма сложная, и все это говорит о том, что необходимо переформатирование экономической модели управления, потому что прежняя модель, основанная на стимулировании спроса на долларсинтричной системе мировой экономики, фактически потеряла свою эффективность. Но здесь преимущество именно китайской модели управления заключается в том, что она более эффективна, и она более эффективна в том числе в формате чрезвычайной ситуации, потому что активное участие государства в системе экономического управления, политика, основанная на стратегическом планировании в целом развития государственной экономики, и в том числе политика, которая конвергирует, сочетает стратегическое государственное управление с индикативным управлением бизнеса, с рыночной самоорганизацией, и мы видели, что это показывает свою эффективность. Поэтому переформатирование будет в любом случае, по-старому управлять экономическими процессами, экономическим развитием не получится, но вот именно здесь китайская модель, китайские институты управления представляются более эффективными, и я думаю, что тот процесс, который мы наблюдаем в течение уже последних лет, формирование нового технологического, нового мирохозяйственного уклада с новыми институтами управления, он будет еще более очевидной форме показывать свои преимущества, и я думаю, что это будет именно основой для новой модели управления и в целом в мировом масштабе. И те страны, которые смогут построить эту модель, они, безусловно, получат новые дополнительные конкурентные преимущества. Вот эта тема, на самом деле, очень интересная и достаточно такая объемная тема, поэтому, к сожалению, в рамках передачи мы так и не сможем полностью охватить, поэтому я бы хотел бы, если можно, мы перейдем к экономике Азербайджана, текущей ситуации здесь, на ваш взгляд, на фоне всех тех событий, о которых вы говорите, как вообще сейчас, как бы вы оценили текущее развитие экономики Азербайджана с начала этого года? Ну, несомненно, все те процессы, о которых мы говорим, они будут затрагивать и уже затрагивают национальные экономики, можно сказать, всех, без исключения стран. Азербайджан тоже интегрирован в мировую экономическую систему, и, безусловно, эти процессы будут и уже сказываются и на азербайджанской экономике. Но здесь я считаю, что у нас в плане развития нашей национальной экономики имеются достаточно серьезные потенциальные конкурентные преимущества. Это заключается в том, что, в первую очередь, у нас есть потенциал для прироста денежной массы, у нас есть потенциал для прироста инвестиций, наша экономика не перегрета, у нас есть потенциал с точки зрения всех компонентов воспроизводства и по капиталу, и по труду, и по природным ресурсам, по интеллектуальному потенциалу. У нас фактически имеются существенные потенциальные точки роста. И если будет реализована соответствующая инвестиционно-инновационная политика, политика в сфере денежно-кредитной составляющей, то, о чем говорил глава государства на последних экономических совещаниях, когда мы выйдем на опережающую траекторию инвестиций, что позволит выйти, в свою очередь, на опережающую траекторию экономического роста. И если мы будем тесно интегрироваться с нашими основными внешнеторговыми партнерами по не нефтяному, не сырьевому сектору, если мы пойдем на расширение как внутреннего, но и здесь очень важный момент, и внешнего рынка сбыта для потенциального прироста нашего реального сектора экономики, то мы существенно можем получить здесь конкурентные преимущества, потому что в условиях, когда в мировой экономике будет эта турбулентность, которую мы уже на самом деле замечаем и чувствуем, то появится окно возможностей для тех стран, которые имеют потенциал для прироста как инвестиционной составляющей, так и рынков сбыта для своей продукции. И здесь наш регион, постсоветское пространство, евразийское пространство является весьма потенциально перспективным, и я думаю, что углубление экономической интеграции в регионе, формирование новых общих рынков сбыта, формирование синхронизированной инвестиционной политики в регионе может позволить выйти на опережающую траекторию роста. И очень важно, что внутри страны существует и общественно-политическая стабильность, и в экономическом плане стабильность. Есть существенные потенциальные возможности с точки зрения внутренних инвестиций в Азербайджане. Страна обладает весьма существенными активами, существенными резервами для наращивания инвестиций. И я думаю, что есть все основания полагать, что несмотря на всю высокую волатильность мировой экономики, несмотря на достаточно серьезные проблемы в целом в глобальной экономике, несмотря на то, что фактически мы живем в условиях переформатирования всей мировой экономической системы, наша страна обладает существенным потенциалом для прироста, и в случае, если будет реализовываться адекватная политика макроэкономического правления, политика, направленная на устойчивое техникоэкономическое развитие, на совершенствование тех сегментов нашей экономики, которые конкурентоспособны, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках, то я думаю, что мы можем выйти на достаточно устойчивую траекторию роста. Но, безусловно, для этого необходимо будет создание и новых институтов развития, потому что, как я уже отметил чуть ранее, на самом деле речь идет о переформатировании всех институтов управления, и институты управления, несомненно, должны быть подточены на устойчивый экономический рост и на политику, которая должна быть направлена на существенное увеличение благосостояния самых широких слоев населения. Вчера президент Азербайджан Аль-Хам Алиев принимал участие в открытии жилого комплекса в поселке Всан, и во время этого открытия он дал интервью государственному телевидению. Там интересный момент был, он отмечал, что, как вы знаете, давно у нас создан фонд борьбы с коронавирусом, в который первоначально было вложено 20 миллионов монатов. Но вот благодаря пожертвованиям, переводам, денежным переводам, которые осуществляли азербайджанский бизнес, предприниматели, даже в том числе физические лица, сумму удалось увеличить до 60 миллионов монатов. Мне кажется, вот это вот такой весьма интересный показатель, да, то, как азербайджанский бизнес, в принципе, с одной стороны, очень ответственно подходит к ситуации, да, текущей ситуации в экономике Азербайджана, с другой стороны, вот он, скажем так, да, даже поощряет, поддерживает те меры, которые государство делает для, в том числе, не только борьбы с коронавирусом в текущей ситуации, но, наверное, в целом и поддерживает общую, вообще, экономическую политику, которая на стране проводится. Несомненно, здесь нужно отметить, что глава государства и первый вице-президент нашего государства фактически показали пример и для государственных структур, и для бизнеса с точки зрения социальной ответственности, которая, безусловно, возрастает именно в такие формы, форс-мажорные ситуации, в таких форс-мажорных случаях, и мы видим, что после решения на уровне руководства страны фактически и госструктуры, и бизнес-среда активнее начали подключаться к этому процессу. Здесь налицо консенсус и солидарность с точки зрения общих направлений стратегического и, я бы сказал, концептуального понимания стратегического развития нашей страны, потому что, на самом деле, в условиях высокой турбулентности в мировой экономике, в других сферах внутренняя солидарность, внутренняя концентрация ресурсов на устойчивый рост, на стабильность, на социальную, политическую, в том числе стабильность, и, безусловно, на экономическую стабильность, она играет очень важную роль и фактически является системообразующим в плане развития в целом государства. Поэтому, я думаю, что очень важным является сохранение вот этого консенсуса в обществе и направленности на устойчивое и опережающее развитие в целом нашего государства по всем направлениям и, в том числе, безусловно, по экономическому сегменту, потому что в условиях современного мироустройства без устойчивого развития экономической системы, без опережающего экономического роста добиться каких-то серьезных, значимых, устойчивых, конкурентных преимуществ практически невозможно. И поэтому, я думаю, что вот эта политика, которая провозглашена и реализуется в нашей стране, должна способствовать устойчивому экономическому росту, гармоничному развитию как государственных каких-то структур, которые будут задействованы, в том числе, тех новых институтов, о которых я говорил, так и бизнес-среды. И здесь очень важный вопрос, безусловно, связан именно с внедрением научно-технического прогресса, потому что именно научно-технический прогресс, его активное внедрение в экономику является основой и драйвером на сегодняшний день мирового экономического развития. Несомненно, консенсус в обществе должен способствовать устойчивому, гармоничному развитию нашей экономики. Я считаю, что есть все предпосылки для опережающего экономического развития нашей страны. Я очень надеюсь, что уже в ближнесрочной перспективе будет сформирован тот формат управления, те институты развития, которые будут благоприятствовать позитивному развитию нашей национальной экономики. Ну что ж, еще отмолим большое спасибо за очень интересную беседу. А я напомню, что это была экономика дня. Вместе с нашим сегодняшним гостем, доктором экономических наук, профессором, заместителем директора русской экономической школы ЮНЕК Ильшадом Мамедовым, мы обсуждали текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса и его влиянием на как глобальную экономику, так и на экономику Азербайджана. Съемку мы вели из отеля «Хилтон». С вами был я, Азат Касанли. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok